Место проведения форума выбрано не случайно. Полесье уникальный в своем роде регион, сохранивший различные виды экосистем. И где, как ни на Столинщине, они представлены во всем своем многообразии. И их сохранение в целом носит свой вклад в глобальный процесс охраны окружающей среды. Нам удалось все больше вовлечь население Республики Беларусь и привлечь к вопросам экологии. И я уверен, что только таким образом мы можем решить абсолютно все вопросы. Прежде всего, конечно же, охрана окружающей среды, атмосферного воздуха, охрана природы, бережное отношение к ресурсам, энергосбережения, новые технологии, зеленые технологии. Все это на сегодняшний день есть в программах нашего государства. Все это уже внедряется в наших экономики и на предприятиях. В нашей стране выработан системный подход к сохранению природы и окружающей среды. Большинство белорусов являются приверженцами экологического поведения. И это не просто дань моде. Это все результат той работы, которая проводилась в нашем государстве до сего момента. И форумы – это значительная часть этой работы. Я думаю, что у нас ждет еще лучшее будущее в этом плане. Потому что все свои обязательства. Прежде всего, мы же не для международного сообщества это все делаем, а для себя, для наших потомков, для того, чтобы они жили в гармоничной среде, увидели то биоразнообразие, которое было и есть на нашей территории. Те, кто сейчас вплотную занимается вопросами экологии, активная молодежь, представители науки, общественности и бизнес-сообщества, руководители профильных министерств и ведомств, вместе с председателем Брестского облсполкома приняли участие в церемонии открытия 17-го республиканского экологического форума. Те задачи сегодня, которые мы будем обсуждать на экологическом форуме, позволят нам и в дальнейшем сохранить нашу родную Беларусь в том виде первозданном, которое мы очень долгие годы бережно под эгидой нашего государства охраняем и приумножаем нашу экологию. Это наша чистота, это чистые города, села, это переработка мусора, очистка сточных вод, это законы нашей страны, которые позволяют регулировать все мероприятия, которые проводятся на земле, для того, чтобы природа оставалась первозданной и максимально чистой. На торжественной церемонии были вручены награды и благодарности за вклад в сохранение природы и окружающей среды. Почетные грамоты профильного министерства был удостоенный председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко, а также ряд экологов Брещины. Насыщенной на различного рода мероприятия была программа форума. Одно из них – посещение участниками мемориала в урочище Стасино, где во время Великой Отечественной войны фашисты лишили жизни более 12 тысяч мирных жителей. Здесь прошел траурный митинг, и его участники почтили минутой молчания память невинных жертв фашизма и возложили цветы к подножию монументов. Далее в программе – посещение парка Маньковичи, где состоялось торжественное мероприятие по закладке аллеи. Отныне это уникальное место украсят 70 дубов и лип. Безусловно, особое место на форуме заняли встречи специалистов на круглых столах и секциях, где не только презентовали достигнутые результаты в природоохранной отрасли, но и определяли новые перспективы ее развития. Подводя итог, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык отметил, что озвученные в ходе форума интересные идеи и предложения лягут в основу конкретных мероприятий по решению экологических проблем, что будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию нашей страны. Продолжение следует...